САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Мы приехали с целью победить и взять самый главный кубок, занять первое место. Келин был хороший комментатор спортивный и очень жаль, что так все сложилось. Он все-таки был добрый. 29 августа 2014 года Владимир Келин погиб в автокатастрофе. Популярный телеведущий возвращался после вечерних спортивных новостей домой. Владимир Михайлович был отличным семьянином, вспоминает вдова Марина. Он успевал помочь ей на кухне, любил готовить, занимался с детьми. Их у него было пять, но при этом всегда грезил футболом. Даже во сне. То есть иногда ночью я просыпалась от того, что там кто-то бежит по полю, он ему кричит, эй, стой там, кому ты пас дал. То есть это не прекращалось. Председатель областной федерации футбола, тренер, кандидат в мастера спорта. Владимир Келин влюбился в футбол в 12 лет, а в 16 бросил школу ради игры. Выступал за клубы Средней Азии, Казахстана и Кавказа. В 2002 году, когда ему было 53, встал у руля областной федерации. На этом месте он максимально отдавал все свое время развитию футбола. Вся область знала его в лицо и всегда обращалась с любой проблемой. Он никому никогда не отказывал. Решал, старался, бился. И вот мы сейчас видим, что прошло два года и люди помнят его. Мемориал Келлина собрал на соревнованиях не только футболистов. Вспомнить, почтить память приехали представители разных видов спорта со всей Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.